Нам об этом расскажут. Добрый день. Рад всех видеть. Большая аудитория собралась. Меня зовут Олег Грипов. Я работаю в компании IBM. Как Валя говорит, мы известны не только железом и софтом. У нас есть также консалтинговое подразделение. В частности, мое подразделение называется Interactive Experience. Занимаемся мы тем, что помогаем нашим клиентам, то есть работаем вовне, развивать, искать и модернизировать различные цифровые решения. Основная сфера, в которой мы работаем, это финансовая индустрия. То есть мы работаем со сложными достаточно продуктами. Ну, как нам кажется, сложными продуктами. Это приложение в области банкинга, как B2B, так и B2E. Чтобы немножко понять, вести оскурсию, что мы понимаем под цифровой услугой и цифровым продуктом, то картинка достаточно простая. У нас есть клиент-пользователь, который с использованием какого-то программного обеспечения, установленного там либо на мобильном, либо через веб, получает некоторую услугу. И услугу эту создают наши разработчики. Наша команда технологической аналитики, разработчики, дизайнеры, специалисты поддержки. Это все те люди, которые через это мобильное приложение предоставляют нам услугу. Соответственно, для того, чтобы нам сделать этот продукт успешным, нам нужно понимать, собственно, как работает пользователь. Нам нужно сделать этот продукт удобным, понятным, полезным, чтобы услуга оказывалась пользователю своевременно в тот момент, где ему это необходимо, когда необходимо, с нужным уровнем, качеством. Проблема здесь в следующем. Если раньше, допустим, мы переводим услугу из оффлайна в онлайн, если раньше у нас была возможность в ходе оказания услуги, когда мы говорим с клиентом лично, выяснить его мотивы, зачем он потребляет эту услугу, уточниться, задать наводящие вопросы и, возможно, более качественно оказать нашу услугу, то в случае с мобильным приложением у нас этого нет. Либо с мобильным, либо с вебом. Потому что в мобильном или веб-канале у нас ограниченное количество состояний. Соответственно, перед нами встает вопрос. Нам нужно понять, что думает клиент, зачем он эту услугу потребляет, где он ее будет потреблять, о чем он будет думать в тот момент, когда он ее будет потреблять, и как он ее воспримет до запуска нашего цифрового решения, до его вывода в пром. Это ставит несколько задач перед нами, как команда, которая развивает эти услуги. Нам нужно до запуска проекта каким-либо образом узнать все те мотивы клиента, все возможные ситуации, в которых он может оказаться, все то настроение, в котором он пребывает, когда получает услугу, проанализировать и выявить из всего этого спектра только релевантные сценарии, которые мы будем реализовывать в мобильном приложении. Потому что в мобильном приложении или в веб-приложении мы не сможем сделать все. Нам нужно научиться приоритизировать. Вторая особенность в том, что теперь услугу оказывает не специалист условной поддержки, либо который сидит в отделении, либо где-то в комнате, который фейс-то-фейс общается с клиентом, который раньше мог понять, в чем мотивы пользуются. Теперь эти мотивы должна понимать команда. Это наши специалисты техподдержки, специалисты-разработчики, дизайнеры, которые, собственно, эту услугу придумывают. И чтобы справиться с этими челленджами, которые перед нами поставлены, мы начали искать метод, который нам поможет. Мы нашли его в области дизайна. Метод называется дизайн мышления. Дизайн мышления — это, в первую очередь, практика групповая, которая позволяет за счет различных методов, инструментов, про них вам подробнее сегодня еще расскажут на воркшопе Максима Гапонова. За счет этих методов и инструментов погрузиться в проблематику клиента, погрузить в нее команду, погрузить в нее заказчика, если он у вас есть, и, соответственно, на основе этого выработать какие-то решения, понять, на основе чего действуют пользователи, какие его мотивы, что он движет, о чем он будет думать, и заложить это уже на все эти аспекты, ваш продукт, вашу услугу заранее. Как и любой процесс, дизайн мышления имеет какие-то шаги. Ключевых шагов по классике пять, то есть первая фаза — это эмпатия. В рамках эмпатии мы понимаем, собственно, кто наша целевая аудитория, что ей движет. Мы пытаемся погрузиться в мотивы его поведения, в мотивы потребления услуги, выявить профиль того клиента, с которым мы будем работать. Второй этап — это определение решения. На определение решения мы пытаемся понять, собственно, что мы можем предложить клиенту. Третий шаг — идеейшн. Когда мы определились, собственно, с тем, что мы можем предложить, мы начинаем искать пути решения проблемы. Это может быть множество вариантов. Если мы изначально, допустим, предполагали, что это будет мобильное приложение, но погрузившись в проблематику, понимаем, что это веб-решение. Это может быть принято на фазе идеейшн. И уже дальше по дизайн мышления предполагается, что все наши идеи, которых в рамках идеейшна очень много, нам нужно сприоритизировать, выявить наиболее релевантные, поэтому мы делаем прототипы и тестируем их на клиента. Вроде бы все достаточно просто. То есть погрузись, определи решение, нагенери идеи, выбери важный и иди вперед. Но давайте рассмотрим применение дизайна мышления на двух примерах. Допустим, мы с вами сели делать сервис по заказу кофе. Кто пьет кофе? Огромное количество аудитории. Хорошо, что мы понимаем, когда мы подходим к созданию услуги цифровой по заказу кофе, не важно, допустим, Starbucks. Мы понимаем, что у нас клиент один, услуга одна, то есть это просто зайти, заказать кофе, получить кофе, выпил кофе, потребность удовлетворена. Услуга понятна и осязаема нам, как команде, как мы видим по аудитории, все пьют кофе, все могут понять, в какой ситуации это происходит, когда это. Вот я, допустим, сегодня прилетел в 6 утра. Очевидная ситуация, что мне нужно попить кофейку. Очень просто. В рамках идеи мы таких вариантов нагенерим с вами кучу. Протестируем мы с вами, это тоже очень просто, потому что если сейчас мы пройдем с вами по аудитории, мы уже сможем верифицировать все эти идеи, где, когда, в каком месте эту услугу лучше оказать. На базе очень простых прототипов. А теперь возьмем что-нибудь посложнее. Допустим, нас попросили сделать сервис казначейских операций. Кто-нибудь знаком с тем, что делает казначей? Толпа народа. Ну ладно, давайте тогда разберемся, собственно, с чем мы столкнулись. У нас есть система, это уже не B2C, это B2B, а возможно B2E сервис, который мы развиваем внутри. И у нас помимо одного пользователя появляются целые департаменты. Возможно, разные юрлица, возможно, разные пользователи. У нас появляется лицо, которое принимает решения, лицо, которое пользуется нашим сервисом. В рамках сервиса казначейских операций есть такие услуги, как пулинг, ведение внутригруповых договоров, управления остатками, отчетностью. То есть под рамком одного сервиса скрывается тысяча, условно, предположим. Область зарегулированная, огромное количество бизнес-правил. И у нас есть пользователи. Это казначей, они уже прошли через такой процесс, как, наверное, внедрение САПа, таких вот вещей. То есть кровь, пот у них уже все прошло. Это наш пользователь. В отличие от сервиса с кофе, где всем все классно, все красиво, все прикольно, давайте сделаем новый сервис. Эти люди достаточно консервативны. Мы очень мало слышим кейсов, связанных с казначейством. Давайте разберемся, собственно, почему. В чем сложно. Проблема в следующем. Давайте попробуем пройти по пяти шагам. Что мы будем получать в случае казначейского сервиса. Эмпатия. Мы видели сегодня по аудитории, что очень мало кто знаком, что такое казначей. Для того, чтобы вникнуть в эту предметную область, вообще заговорить с человеком на одном языке, нам нужно очень много времени. Когда мы сядем с вами определять решение, мы столкнемся с огромным спектром услуг, который оказывается через один этот сервис. И, скорее всего, будем очень долго приоритизировать, разбираться, в чем основная ценность, для чего этот продукт, как он работает. А на фазе идеей мы столкнемся с тем, что у нас появятся такие люди, как архитекторы, которые будут говорить, что ваши идеи не летают, нужно эти идеи технически верифицировать. Это еще нам добавит несколько месяцев исследований. Ну и прототипирование и тестирование. Мы имеем дело с финансовым сервисом, где очень много всего завязано на данных. Мы столкнемся с тем, что там бумажные прототипы у нас не работают, экраны, интерактивы типа виде инвижена не работают, потому что пользователь там не видит, как он работает с данными. То есть мы можем строить тысячи гипотез, пользователям все нравится, но когда мы тестируем, они не понимают, не воспринимают, потому что это неживая система. Мы задались вопросом, мы сталкивались с такой ситуацией, мы проходили через классику, мы сталкивались с такой ситуацией, и что-то не полетело. Мы стали разбираться, почему не полетело. Метод хороший, метод креативный, дает вам возможность на самом деле очень хорошо вырабатывать новые идеи, решения. Но почему-то здесь не взлетает. А столкнулись мы на самом деле с тем, что мы начали внедрять дизайн мышления в области, в которой очень много регулятивных ограничений, где стабильность важнее, чем креатив. Но мы, как команда, не хотели отказываться от креативности. Мы считаем, что это двигатель прогресса, мы считаем, что мы можем делать новые вещи, несмотря даже в таких сложных предметных областях. И мы начали разбираться, собственно, почему происходит это. И сходили, и послушали людей, зафиксировали то, что говорят наши клиенты и пользователи. И мы понимаем, что на самом деле суть в том, что люди хотят видеть нечто рабочее. Несмотря на то, что все это креативная практика, все это креативное решение. Основной голос клиентов, людей, которые принимают решения, те, кто пользуются, они хотят в первую очередь видеть, что если изменение будет, оно будет работать. Мы пошли дальше, начали изучать международную практику и столкнулись с таким человеком, который тоже сказал, что оказывается, оказывается, дизайн, дизайн, это не то, как это выглядит, это не то, как это чувствуется, это то, как это работает. Переносим через себя слово работает и задаемся следующим вопросом. А что если мы будем дизайн мышления и показывать, как это работает? Давайте совместим дизайн мышления в классике, вот эти все красивые дизайн-сессии, все вот это воодушевление, которое там происходит, с разработкой. И пришли к тому, что нужно делать прототип. Причем прототип не бумажный, как говорят классики, или который проще делать в рамках сессии, а функциональный. Ну и попробовали, собственно, процесс наш выглядит сейчас следующим образом. У нас есть дизайн мышления, мы совместили классическую разработку, которая у нас выстроена по скраму, собственно, с дизайн-мышлением. Первый шаг – это дизайн-сессия. То есть в рамках дизайн-сессии мы как раз-таки определяем, собственно, кто наша целевая аудитория, с кем мы будем работать, пытаемся понять первые мотивы, выявить все роли, которые будут у нас использовать наш сервис по ходу этого решения, выявить основные сценарии, просто договориться по основным сценариям, которые будут, если будут реализованы, если мы их проверим, будут нести некоторую ценность. И этот шаг может занимать, ну, там, в простом случае от одного дня, в сложном там две недели, три недели, да. А дальше идет большая фаза, то есть на этом дизайн-мышление у нас не заканчивается. Идет большая-большая фаза, связанная с итеративной разработкой функционального прототипа. Вот. И в рамках этого функционального прототипа мы реализуем те сценарии, которые последовательно реализуем те сценарии, которые несут основную ценность в виде рабочего решения, возможно, действующая, работающая, изолирована, но рабочая, в рамках которого можно уже завести что-то, увидеть результат. Если это какой-то глобальный сервис, с которого несколько каналов, мобильный веб, то мы реализуем несколько каналов, мобильный веб, смотрим, как приходят сценарии между этими каналами и так далее. И после уже нескольких итераций, сколько их там будет, неизвестно, то есть можно договориться. Мы принимаем решение, что из этого нашего прототипа идет дальше, что мы будем внедрять в промышленную эксплуатацию, а что не будем. Собственно, кратко дизайн мышления наше состоит из двух. Собственно, из классики дизайна мышления и классической разработки на втором шаге. Применяя такое решение, что мы добились? Мы добились того, что у нас увеличилось… Мы применяем это постоянно на проектах, то есть из одного проекта в другой, из одного проекта в другой. И мы добились того, что у нас сокращение времени исследования снизилось на 30% на самом деле. А если принимается решение по выводу после этого продуктов промо, мы имеем 60% прирост в старте при промышленной реализации. Вот. Как мы этого добились? Как я и говорю, то есть мы последовательно очень часто один прототип, второй прототип, третий прототип, четвертый прототип делаем. Как мы это достигаем? Несколько простых советов. Я тут хотел кое-что сказать. Вам, наверное, покажется, что это дорого. Возможно. Есть, да? Возможно, типа дорого. Дорого делать функциональный прототип, тяжело делать функциональный прототип. Собственно, вот эти вот вещи, которые я сейчас расскажу, они позволяют нам сокращать время на разработку функционального прототипа и, соответственно, экономить на последующем внедрении. Первое. Мы выработали простое правило. То, что есть новые вещи, которые создают нам новый бизнес, новую фичу, ну, не совсем фичу, да, а новую услугу мы хотим вывести, как-то модернизировать и так далее. Мы проводим ее через вот такой процесс. Да, то есть обязательно происходит дизайн-сессия, обязательно происходит функциональное прототипирование, мы обязательно делаем рабочее решение, обязательно проверяем его на пользователях оперативно. После этого мы уже садимся и принимаем решение по конечному продукту с учетом фидбэка. Полезна ли эта услуга для конечных потребителей, удалось ли нам там условно технологически это реализовать. Иногда бывает, что вот идея классная, вот только вот сделать-то нельзя никак, да. А уже после принятия решения мы на основе прототипа выделяем то, что можем переиспользовать на следующих шагах и запускаем реализацию на уже полуготовом решении. Вот. А второе правило для того, чтобы экономить на такой повторяющейся деятельности, связанной с исследованием, поиском новых решений, да, мы вырабатывали правило, что мы должны максимально фокусироваться на переиспользовании. Мы должны создать себе технологию или процесс, на основе которого мы будем вырабатывать, искать эти решения. Вот. А в рамках этого правила, правда, действуют некоторые ограничения. Мы никогда не делаем в рамках прототипа «все». Мы делаем только те сценарии, которые несут ценности. Эти сценарии определяются на самом деле в рамках дизайн-сессии. Вот. А второе, чтобы экономить на последующей реализации, мы всегда делаем функциональные прототипы в дизайне. Мы прорабатываем дизайн уже на этапе функционального прототипирования. Мы, так скажем, вылизываем решения на этапе функционального прототипирования. И это нам позволяет делать две вещи. Мы экономим на последующей стилизации уже при выводе в проме. И второе, мы можем это решение продавать конечным потребителям. На самом деле функциональный прототип в визуале намного проще продается потребителям, воспринимается потребителям, чем, так скажем, черно-белый. Вот. А прототип мы всегда реализуем на целевом стеке технологий, которые мы будем или планируем использовать в проме. Если у нас в промышленной эксплуатации еще не определен стек, то мы принимаем решение до. То есть мы делаем какую-то гипотезу по его использованию. За счет этого мы добиваемся того, что при переходе из прототипа во внедрение мы не теряем время на то, чтобы подумать, как это можно реализовать на какой-то технологии, которая у нас используется в проме, а потом не оказаться у пустого корыта, что оказывается в проме, это реализовать нельзя, потому что в проме используется другое решение. Вот. Обычно к прототипам как подходят? То есть отдают студентам, они что-то делают и реализуют, показывают, это продается и летят. А мы на самом деле делаем, здесь очень детально относимся к качеству кода и делаем код-тревью и полу-реквеста. Вот. Ну и, собственно, уже в рамках прототипа мы работаем по целевому процессу. У нас делается скрам, то есть это не хаотическая разработка, команда вовлекается с самого начала, мы работаем по канонам, по заветам, которые мы будем использовать в промышленном решении. Вот. Третий немаловажный аспект – это то, что дизайн-мышление – креативная практика. Мы стараемся его не стандартизировать очень сильно, мы стараемся его фасилитировать за счет создания различных экосистем. В первую очередь те же абсолютно правила, что и в боевом продакшн, когда мы создаем решение для боя, так скажем. Создаем отдельную инфраструктуру под дизайн-мышлением. У нас для этого используются наши сервисы VWMX, у вас это может быть что угодно. Но суть в том, что под эту деятельность креативная должна быть обеспечена инфраструктура. Также мы активно вырабатываем и переиспользуем различные артефакты и заносим их, используем их как стандарты нашей разработки. Так как мы больше связаны с интерфейсом, для нас это стартер-киты для создания приложений, UI-киты, библиотеки, API-модели. Все, что мы производим в рамках прототипирования, мы ассессим и кладем себе как мышки под бок. То есть копим, копим, копим. Не выстрелило сейчас, выстрелит потом. Не выстрелило в казначейском сервисе, выстрелит в интернет-банке. Не выстрелило в интернет-банке, выстрелит где-нибудь еще. Ну и собственно DevOps, все автоматизировано, даже на уровне дизайна мы делаем так, чтобы у нас в любой момент рабочий прототип можно было собрать. Так как деятельность очень, так скажем, немножко рискованная, нас в любой момент могут сказать стоп или покажи. Неважно какой прототип мы делаем, интерактивный или функциональный, или оба. На любом этапе процесса мы должны в любом момент времени собрать прототип. Мы это делаем за счет вот этих вещей. Повторное использование была фаза asset creation, которую я на предыдущей слайде рассказывал. Мы ее обязательно подходим. То есть в любом случае завершается у нас прототип решением go forward или нет, мы все равно делаем. Садимся и смотрим, что мы можем из прототипа переиспользовать, забрать себе в карманчик, так скажем, с точки зрения последующего переиспользования. Мы постоянно пересматриваем акселераторы, то есть starter kit, pattern library, другие вещи, API. Все это постоянно модернизируется. Идеальный случай, которого мы придерживаемся, это то, что наши же акселераторы в последующем используются в проме. На чем прототипируем, на том и выходим в бой. За счет этого и экономим. Ну и командная работа, то есть для того, чтобы у нас создает все это в рамках дизайна мышления команды, для того, чтобы она была в курсе. Мы тоже активности реализуем. Это связано с кросс-функциональным обучением. Наши дизайнеры знают немножко про то, как кодировать backend-разработчики, знают, как верстать. Верстальщики знают правила типографики, backend-щики знают правила типографики. Это позволяет более быстрое принятие решений еще на фазе прототипа. Ну и, собственно, так как все это agile, для того, чтобы это фасилитировать, знание развивать про артефакты, про наработки, мы делаем такие кросс-функциональные события, когда на дизайн-ревью приходят разработчики, когда на pull-request у нас смотрят иногда дизайнеры, когда backend-щики review, front-end-щик. На самом деле это очень полезно, очень расширяет кругозор команды, это первое. А второе дает возможность некоторые дефекты заранее выявить, связанные с кросс-функциональным, со сложным продуктом. Ну и, собственно, вывод просто мой. А на самом деле, если вы сталкиваетесь с такими инструментами, как сталкиваемся мы, там, казначейские операции, какие-то финансовые инструменты, сложные продукты, не бойтесь на самом деле применять дизайн мышления. Помните просто о том, что дизайн мышления, оно заканчивается не тем, что обычно вы находите в интернете, где ребята поклеили стикеры, заканчивается это все настоящим рабочим функциональным прототипом. Пусть он будет у вас не интегрированным, но это будет отлаженная технология у вас, это будет отлаженная команда, отлаженный процесс. Если вы все-таки примете решение идти вперед с этим продуктом, услугом, у вас уже будет огромная база на то, чтобы выпустить продукт чуть быстрее, чуть дешевле, чуть проще. На этом все. Если у вас будут вопросы или какие-то еще дополнительные комментарии, хотите что-то узнать, можете писать мне на почту. И у нас сейчас есть немножко времени для того, чтобы задать... Я веду. У меня на самом деле сразу два вопроса. Первый вопрос, вот как вы доносите вот эти тестовые рабочие прототипы до пользователей, то есть это отдельный тестовый стенд, потому что вы заявляли проблему, что данные должны быть реальными, то есть вот как вы это порешали. Второй вопрос, сколько же из рабочих прототипов у вас отсеивается и не попадает в боевое. Я понял. Ну вот на первый вопрос по поводу, как вы доносите это до пользователей. Если вот здесь не смотрели, то есть эта структура у нас используется в Bluemix. Мы разворачиваем все на своем Bluemix. Там есть тестовые окружения для прототипа, там есть продакшн окружения для прототипа. Все, девелоперское окружение для прототипа. Если нам нужно выкатить очень быстро новую версию, мы ее за счет инструментов сборки, автоматизации сборки, очень быстро накатываем на стенд и там отправляем. То есть это отдельные какие-то стенды? Ну там есть несколько стендов. У нас есть девелопер, которые у себя тоже делают протези. Это когда пользуются? Да, пользователи тоже отдельное окружение делаем. Если нужно протестить, особенно если тестирование идет непрерывно, и непрерывно у нас идет разработка под все это дизайн мышления. У нас параллельно один стенд работает, одно окружение под деф, а другое — под тест. А да, но если вы как-то реально делаете? А мы не делаем заранее. Ну, иногда возникают ситуации, связанные с security, то есть мы заранее обезличиваем данные, но готовим стенд, да, это одна из частей. Все это подробно, потому что мы все равно с этим вправе вспомним. А с процентом отсеивания? С процентом отсеивания. По проектам? Да. Ну, в 75 в февроне, то есть некоторое решение мы очень долго развиваем, там три года, после прототипа, уже там некоторые, правда, состопарятся. Ну, пример, расскажу, был сервис, который мы прототипировали, и в итоге мы, это было не в России, это было в СНГ, мы столкнулись с тем, что для этого сервиса необходимо, ну, после прототипа необходима интеграция с налоговыми органами, с государственными органами, ну, чтобы он, в принципе, работал, да, работал и был полезен. Налоговых сервисов их не было. Соответственно, мы столкнулись с тем, что нужно идти в налоговую, там договариваться, да, ну, собственно, по этому процессу и пошли, прототип просто встал, просто вот ходить, как продукт, выпускать без интеграции было бессмысленно. Поэтому продукт был остановлен, а сейчас идет диалог по поводу того, что нам нужны сервисы от... Ну, да, ну, там содержимое, как бы, рано или поздно. Но это не значит, что мы потратили время на заряд, да, то есть у вас будет виновство. Какая-то воронка образуется, что-то отсеивает или не задал? Отсеиваются части, то есть решения, идеи в решении. На самом деле, за счет операции мы доходим либо до того, что надо в промытье, либо надо, но вот, ну, не сейчас. Еще вопросов? Как вы относитесь к тому, что часть, получается, уже разработанного, кстати, к тому, что они часть своей работы выкидывают? У нас, например, это просто серьезное компетентное, потому что считают, что ресурсы разработчик очень дорогие, да? Ну, двумя моментами, то есть, как я сказал, мы делаем на том стеке, на котором будет пром, да, это как минимум уже говорит о том, что это уже не впустую, ты тратишь время, как разработчик, ты, как бы, используешь ту технологию и кодируешь на той технологии, которая будет использоваться в проме, то есть, в любом случае, знания перетачиваться, а второй отдельный шаг, связанный с asset creation, когда мы с разработчиками садимся, то есть, мы не полностью забиваем на их нетруд, а садимся и пытаемся понять, что из прототипа, там, в части, новые компоненты мы придумали, либо какой-то особенный сценарий, либо какой-то особенный флоу, да, оказания услуги. Мы садимся, и это, на основе этого делаем библиотеки, которые они в последующем могут перетащить. При этом разработчики, они чувствуют то, что, если он старался в прототипе, да, он там умирал, там ночью что-то кодил, да, с красными глазами, то мы, как минимум, хотя бы оценим его труд и перенесем там, используем в будущее. Есть еще вопросы? Большое спасибо. Полина из Биртех. Скажите, пожалуйста, а как вы собираете фидбэк о прототипе? То есть вы говорите о том, что у нас есть стенд для пользователей, вы достраиваете данные. А что дальше? Фидбэк? Да. Мы показываем прототип, мы на самом деле собираем группу людей, да, которые, на которой будем тестироваться, показываем прототип, смотрим, как они будут делать сценарий, а дальше анализируем, как они совершали эти сценарии. Вариантов может быть два, либо мы просто смотрим и нам говорят, даже три, просто смотрим, они нам говорят, что им не нравится, мы эту информацию для себя собираем, да, уже формируем какой-то бэклог, дальше оценим. Второй вариант, мы подключаем там уже собственные продукты типа IBM Telef, да, у нас есть IBM Telef, который запоминает и записывает всю сессию, как клиент проходит в интерфейсе, подключаем его к прототипу и, собственно, в последующем смотрим и анализируем, шли они тем маршрутом или нет, с какими проблемами они столкнулись, но это если мы в случае не сидим напрямую с клиентом. Что еще раз? Для каждого прототипа контрольные группы, правильно? Да, и итерация, несколько тестирование. Есть ли еще вопросы коллегу и по новой библии? Скажите, у вас есть какие-то способы обращения того, что идет прототип? То есть, ну, такие большие системы, когда это не заказ копия, а там, ну, что-то там сказать за честь, там, не знаю, крутилка рекламы или еще что-то, когда пользователь видит там два-три экрана, а под капотом там многомесячно на самом деле скрывается разработка. Вот как это прототипировать, как понять, что прототипировать, чтобы все-таки показать, что это взлетит и что, ну, это нам под силу, и что пользователя это удовлетворит, но при этом как бы не потратить на это полгода. Ну, для этого как раз-таки используется дизайн-сессия. Дизайн-сессия предполагает, что помимо там нас как разработчиков или там лица, которые покупают это, которые платят за эту систему, приходят еще и пользователи. Это раз. И мы определяем эту ценность вместе с пользователями, основные сценарии, строим на основе этого гипотезы. А дальше мы этих пользователей уже ведем, у нас есть такое понятие, как sponsors users, по сценариям, которые мы прототипируем. Просто пользователь часто может видеть, ну, только такой конечный результат, а за этим конечным результатом скрывается, ну, какой-то прям большой алгоритм сложный, вот как его упростить, ну, не знаю, как вы работаете с разработчиками? Есть какой-то способ там понять вот этот вот MVP для там алгоритма или для чего-то сложного с точки зрения именно разработки, не с точки зрения показывать это пользователю? Ну, там много моделей принятия решений, основная, ну, так как мы оказываем услуги вовне, да, у нас есть проект в любом случае, понятие, но мы ограничены сроком. Соответственно, в рамках этого срока, если мы понимаем, что ваш алгоритм там требует 10 лет исследований, да, ну, мы как-то макируем эти данные. Пользователь-то какая разница, вот, ну, мы ему подстроим немножко данных в рамках прототипа, чтобы он попал на хороший сценарий или плохой. Если тут еще прототип, то это не только проверка пользователя, но и проверка, как бы, вас, если у вас достаточная экспертиза для того, чтобы там сделать этот алгоритм. Да, ну, вот я вот пример как раз привел, вот, если мы сели, оценили, поняли, что это нужно 10 лет делать, то уже… А если вы не знаете, вы же никогда не делали такое, как вы можете оценить, что это будет 10 лет? Тогда попробуем в рамках прототипа и сделаем. Для этого. Ну, как тут каменный стол, что раньше, про курицу или лицо? Ну, попробуйте полдве недели сделать прототип, да? Попробуйте этот алгоритм реализовать. Не получилось, ну, хорошо, давайте замокируем данные, проверим, будет ли это вообще ценно для клиента. Основная, это наша задача понять, если мы вложим 10 лет исследований в этот алгоритм, вот то, что клиент как будет работать, для него это будет ценно. Давайте, если это сложно, замокируем снизу, покажем, как это будет работать. Мок-данные, алгоритм за хардкодим, еще что-нибудь. Да, мы его потом реализуем. Это да, это голосовский, то есть тут как бы вопрос принять решение, да, еще качество разработчиков. Если я знаю, что я не могу там доверить ребятам, они не справятся, они не делали, мы принимаем решение о том, что нужно. Ну, я думаю, что мы можем продолжить дальше около флипчартов, дискуссию по поводу того, как это можно сделать, и я прошу голосоваться. Да, там говорят какие-то пересы будут. Спасибо.